Карена Далакяна называют челябинским айболитом. Он спасает и лебедей, и других диких животных. Уже больше 20 лет он руководит фондом зоозащиты «Спаси меня», а 4 года назад открыл свой приют. Этим летом на лечение к ветеринару попали тигренок и малыш леопарда, но их дальнейшая судьба могла стать плачевной. Чтобы этого не случилось, Карену нужно было выкупить диких котят. Требовалось 600 тысяч. Но пришла неожиданная помощь. Секретный миллионер внес поджертвования. О том, как это было, Карен Далакян расскажет в нашей студии. Карен Ватюганович, здравствуйте. Здравствуйте. Этим летом в ваш приют диких животных посетила съемочная группа программы «Секретный миллионер». Расскажите, как проходили съемки и вообще были ли какие-то догадки? Сейчас мы знаем, что это был «Секретный миллионер», а тогда я не знал. То есть приехали, представили, что снимается новая программа «Народный блогер». Есть желание этого блогера, что он хочет у вас поработать, помочь. Потом озвучит вашу проблему, будет помощь финансовая и так далее. Но мы согласились, мы открыты для всех волонтеров, для всех желающих. Приезжает съемочная группа, приезжает «Народный блогер», таксист из Санкт-Петербурга. Было жарко, основная работа уже с утра сделана, это они приехали днем. Ну, пришлось там сделать дневную работу. Дневная работа как раз у нас тогда маленький леопарденок Ева, который там по часам кормили соски. После кормления там убираться, делать массаж животика, там туалетные дела, да, это все убрать. Потом у нас тигренок Гектор, который тоже на попечестве у нас сейчас находится. У него убраться. По расписанию там купания, то есть это водные процедуры, ванночки и так далее. То есть работы много, всегда напряженка. И вот он с удовольствием это все делает. Конечно, там ноль подозрений, что это таксист, он скрытый миллионер, да. Все, и единственное, что каждые там 5 минут они спрашивали, какая у вас проблема, в чем нуждаетесь, да. Конечно, приют у нас существует на добровольные, да, взносы, там, на пожертвования. Но на данный момент, когда они были у нас, самая главная проблема на первом месте, это судьба этих животных. Дело в том, что эти животные все из передвижного зоопарка. А передвижные зоопарки буквально 1 января уже они вне закона, то есть должны закрываться. То есть мы сегодня их спасаем, отдаем в этот же зоопарк, которых я называю зооадом, да. То есть это не из зоопарка, это просто тюрьма для животных. А что дальше с ними будет? А дальше путь 1, то есть хозяин решает судьбу своих животных, потому что у них есть хозяин. Это либо уходят они на ковер, на чучело, да, которое, к сожалению, ценится. Это люди до сих пор, да, некоторые покупают, покупают, ну, трупы домой себе. Ну, это бред какой-то. Вот. То есть ты сегодня спасаешь, а завтра его продают и убивают. Ну, в таком лучшем случае это продажа дрессировщикам. Ну, это тоже цирк, это тоже издевательство, это тоже там мучение животного. Поэтому я озвучил, что мы сейчас думаем, что после того, как мы их уже вылечим, да, выходим, однозначно будет у нас объемный сбор, финансовые там сборы по выкупу этих животных. Ну, и все, на добром слове попрощались, проходит день, звонок, журналисты говорят, не хватает кадров, надо приехать доснимать там с тигренком. Говорю, пожалуйста, приезжайте. Ну, не хватает, не хватает. Приезжает, но почему-то четыре камеры тоже вот как бы смутило это все. Первый день две камеры снимала, сейчас четыре. Ну, ладно, думаю, значит, так надо. Лучше кадры надо интересные делать. И самое главное, съемки делают так, что я спиной стоял к ходу на территорию приюта, чтобы ничего не видно было. Ну, само собой, мои глаза это собаки, которые стали гавкать. Я поворачиваюсь, и все, на территорию у нас таксист, блогер. Но уже одет не как таксист, да, а такой прилично, да, в костюме, так стильно, дорого. Подходит, улыбаясь. Ну, для меня шок, вроде бы мы попрощались с тем, все, он уехал в Питер, обещая, что если я приеду в Питер, он мне там ветерком прокатает, прокатит по городу. Вот, он приходит и представляется, что извините, я маленько обманул, я не таксист, я не народный блогер, я миллионер. Это программа телеканала «Пятница. Скрытый миллионер». И вручает сертификат на сумму 600 тысяч на выкуп, на спасение этих животных, леопарда и тигра. Конечно, в это время у меня такой шок. То есть, холодный пот, не нахожу я слова, ответа, да, в любом случае, что-то надо ответить. И вот как раз вот эти четыре камеры делали свое дело, со всех сторон поймали все, что надо было просто скрывать, да, и те же слезы, те же эмоции. Ну, вот это называется чудо. Вот это называется чудо, то есть, ниоткуда не возьмись, да, вот, ну, бывают, бывают чудеса. Мир без добрых людей, да, то есть, у нас все запланировано было, мы не ждали этого леопарда, мы не ждали этого тигра, да, они попали к нам. Потом у нас задумки, так, надо деньги собирать, чтобы их выкупить, вот, пожалуйста. Не надо ничего собирать, они куплены. Вот, конечно, он молодец. Видно, что жизнь ведающего миллионера он сразу не успокоил, то есть, так делал так, что все взял на себя, и ответы, и благодарности, и все. Ну, конечно, я пришел маленько в себя, не хватало близких людей, да, знаете, как будто в сон, да, в сон ушел, и, вот, знаете, там говорят, пощепни меня, это сон или там не сон. Вот, знакомых никого, дело в том, что это все происходит вечером, семь вечера, все сотрудники ушли, я там один в приюте. И вот такое было, знаете, желание, чтобы кто-то родное здесь был, знакомый, да, человек, который мог бы там не щепнуть, там, успокойся, все нормально, там, это все нормально происходит. Ну, вот, вот такие эмоции пережил, конечно, и тяжело, и радостно, и непривычно. Но, ну, факт остается фактом, что, да, это все правда, это не наигранно, это все скрывалось. Хочу сказать, что деньги мы буквально за неделю получили, потому что у нас время горело, то есть, нам надо было уже хозяин этого леопарденка, названивал, мы забираем, у нас есть покупатель. Вот, деньги мы получили, сделку мы сделали, ребенка выкупили. Конечно, эта информация прошла СМИ, но мы говорили просто меценат, то есть, не называли кто, откуда, чего, просто меценат из Петербурга. С леопардом у нас вообще все хорошо получается, мы ведем сейчас переговоры с африканским центром реабилитации именно диких кошек, вот, ждем буквально на днях ответа. Скорее всего, вот, наша мечта, что африканский леопард, да, не должен жить в условиях сурового, сурового Урала, там, не знаю, в России, а вот именно возвращаться на историческую родину. Он здоров, получается, да? Котенок здоров, совершенно нормальный, здоров, только он искусственный, вместо мамы был я, вместо мамина молока, молоко нашей козы. А как вот вообще к вам попадают животные, люди вот могут позвонить, привезти? Мы уже работаем прилично, да, а привезти существует уже 4 года, 4 года, скоро будет 5 лет весной. У нас есть очень большая группа волонтеров, фактически-то все наши подписчики, кто следит за новостями, да, и не только в Челябинске, не только в Челябинской области, но и по всей России. Вот, мы занимаемся именно дикими животными и птицами. То, что касается животных, которые живут в нашей области, да, дикие животные и птицы, само собой, это все имущество государства, и за это отвечает Министерство экологии. У нас есть договоренность, алгоритм работы именно с Министерством экологии. Если житель, любой житель Челябинской области обдорожил, увидел раненого дикого животного, независимо это косуля, независимо это там птица какая-то или что, они должны делать сообщение. Сообщение делается либо нам, либо Министерство, мы уже координируем наши действия, и выезжает специалист. И специалист уже делает решение, изъять это животное из природы, да, и передать нам. Либо там что-то случилось, можно их там, ну, оказать первую помощь и выпускать. Это уже давно работает, во всех своих об этом пишут. То есть, по любому телефону из сайта Министерства экологии можно позвонить, сообщить, там, скажем, там-то, там-то находится раненая птица. Самое главное, это все делать вовремя, самостоятельно ни в коем разе. У нас были случаи, когда редкая краснокнижная там птица, да, раненая, и человек просто взял, принес домой, все, он нарушил закон. Он нарушил закон федеральный, это красная книга, это очень серьезные штрафы, суммы штрафов, от 5 до миллиона рублей. Поэтому сразу сообщите. И когда, знаете, спасают сову, приносят домой, начинают кормить там говядиной, либо раненой, и после этого потом уже эта птица попадает к нам, нам очень тяжело его спасти. Да, самолечение мне нужно. Поэтому, да, ни в коем разе, ни в коем разе лучше сразу делать сообщение. Мы уже координируем все действия. Фонд «Спаси меня» существует уже больше 20 лет, и за это время вы, наверное, успели уже различных животных полечить. И вот многие случаи даже в СМИ рассказывали, один жорик только чего стоит, тигр. А вот для вас, кто из ваших пациентов был роднее всего, запомнился больше? Знаете, они все, все родные, все родные. Мне всегда спрашивают, кто, кому поедешь к жорику, его называют третьим моим сыном, да, на Дальнем Востоке, Хабаровском крае, или к Лоле, которая львица, которую мы отправили благополучно в Крым, в парк Тайган, это парк Львов, великолепное, там место сказочное. Она там звездой стала, да, самая добрая львица, которая там встречает всех, кто приезжает на сафари. Я говорю, никому не поеду, не задавайте такие вопросы, они все для меня одинаковые. То есть это все спасенные жизни, да, которые благодарностью вспоминают, когда ты к ним едешь. Ну, а кроме диких кошек, может, еще кто-то запомнился? Ну, копытные. Есть птицы, да, птицы и как водоплавившие, так и хищные. В основном это, сейчас поступают у нас новые животные, которые пострадали. Это и коршун, это и лебеди, это и водоплавившие утки, то есть те, кто по каким-то причинам пострадал. А вот таких крупных нету, слава богу. Почему? Потому что, ну, не позволяет нашей, да, объемы, наша территория взять еще животных. Конечно, обращений очень много. Там обращаются не только из Челябинской области, да, это и Курганскую область, это и Пермскую область. Очень много обращений с медведями, очень много. Но, к сожалению, места нету. Мы надеемся, что наш новый губернатор, да, он услышал нас. Сейчас идут как бы на помощь, и мы ждем новую территорию. Территорию, где у нас будет больше возможности спасать животных и больше животных, потому что мы очень-очень тревожно ждем Новый год. Потому что в 2020 году, 1 января, вступает в силу закон полностью об ответственности на отношениях животных. А по этому закону, это лицензирование всех цирков и зоопарков, которые стационарные. Это запрет всех передвижных зоопарков и контактных зоопарков, которые в торговых центрах. А там, представьте, сколько животных живут, и куда эти все животные денутся. И тут уже будет массово как бы избавление от этих животных, мы это так видим. И надо быть готовым к тому, что государство не готов принять, государственных приютов нет, как для домашних животных, так и для диких животных. Поэтому у нас будет много обращений, мы будем уже стараться, а так не помочь мы не сможем, надо спасти всех. А вы будете готовы взять вообще всех? Ну, всех-то нет, но мы будем готовы взять тех, кто остро нуждается в спасении. И хочу сказать спасибо волонтерам, очень хорошо к нам обращаются и помогают именно из Копейска, особенно школьники, особенно отдел по работе с молодежью администрации. А волонтерство – это одно из первых рычагов нашей работы. То есть волонтер видит, волонтер сообщает, волонтер помогает. Это очень здорово. И независимо от возраста, волонтерам может быть и школьник, да, и серебряным возрастом волонтерам – это наши бабушки, это наши дедушки, которые, кстати, тоже помогают. Знаете, каким образом они собирают нам веники для наших копытных, да, пока сезон позволяет. И некоторые из них вспоминают времена войны. То есть, когда Великая Отечественная война, да, вот они еще детьми собирали тоже веники для скотины, потому что, ну, не хватало, не хватало еды, сена, никто не мог коситься, мужики все на войне были. Вот. И вот такие добрые воспоминания все передаются, да, с этими вениками к нам в приют. Это здорово. И без этой помощи мы бы сегодня не имели такие результаты, которые сегодня есть у нашего фонда. Здорово. Карен Ватчаганович, мы желаем вам сил и удачи в вашей работе. Спасибо за беседу. Сегодня гостем итогов недели был Карен Далакян, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня». Субтитры создавал DimaTorzok